всем привет решил для канала своей жены снять небольшое видео о том как я работаю в америке потому что она вроде не рассказывала муж и рассказывала не знаю извините за мой внешний вид сразу я просто очень много работы и очень мало отдыха поэтому я наверное немного уставший выгляжу так в общем я работаю водителем не самая квалифицированная работа но по крайней мере платит деньги значит это моя машина это пикап доджрам чисто американская тачка не 400 лошадиных сил и она очень мощная настолько мощная что она может тянуть за собой вот такой трейлер который в длину 16 метров и загружена него три машины на эту машину не нужны какие-то дополнительные права можно просто получить как приехать в америку получить права за один день и не работать уже на этой прекрасной работе в общем в моей задачи входят забрать машины загрузить на этот трейлер и потом привезти машины владельцы ну либо к дилеру какому-то принципе ничего сложного единственное что надо очень много рулить и проезжать по 700 миль по 800 900 миль сутки это очень сложно потому что это надо делать на протяжении там трех-четырех недель подряд вот сейчас я нахожусь на аукционе манхейм не знаю отсюда я к сожалению хотел заснять прям как я там хожу нахожу машины но я дико опаздывал и к сожалению не заснял этого вот но сегодня я загружаю вот такие три машины это chevrolet quinnox вроде двадцатого года chevrolet blazer тоже вроде двадцатого и тоже пикап пикапы вообще дико популярные в америке это джимси у него сзади вот такой называется flatbed сюда вот можно установить какой-то ящик с инструментами он закрыт замки в общем пикапы вообще тут очень сильно популярны их используют прям для всего я вожу вот такой вот длинный прицеп кто-то возит такой flatbed есть вот сзади тени сзади вон впереди тоже это пикапы только поменьше ну короче наверно самая популярная машина в америке пикап я сделал предварительную инспекцию с этих видов трех машин у меня есть приложение в телефоне в котором я отмечаю всякие царапины и прочее потому что я responsible по-русски ответственный ответственность за машины за их доставку в виде в котором я принял и если при доставке обнаружишь что я что-то покорябал с меня снимут деньги но снимут не больше двух с половиной тысяч потому что это страховой депозит то есть даже если я ушатаю в хлам вот эти три тачки вот этот трейлер со своим пикапом кстати вот склбаса то с меня снимут всего две с половиной тысячи остальное покрою все страховкой вот сейчас я покажу как я загружаю эти машины на свой трейлер и все так ну давайте я еще покажу может что внутри шевролей квинокса если кому интересно поможет никому не интересно ну машина использована так заводится отлично но не 25 тысяч миль пробега то примерно 40 тысяч но видите как американцы относятся к своим своим машинам то есть все грязно все липкое и это обычное явление в америке то есть они машины вообще тут как будто блевотина какая-то они машины вообще не ухаживают за ними как в россии то есть в россии если машину купил особенно если новую то ты там за ней ходишь и пилинки сдуваешь а тут это просто какое-то средство передвижения и все поэтому они давайте другую покажу мне кажется там также ну хотя нет тут почище тоже шевроле так но все сейчас я возьму другую камеру и покажу как я так загоняем белую машине или какую-то лучше вот это первую загоню поехали работа интересная потому что постоянно на разных машинах ездишь это очень привлекает не на таких конечно по новее гораздо приятнее общение пахни филиси резко не ожидал такого короче и не знаю отсюда видно не видно как я снимаю вот там есть рампы по которым надо заехать на трейлер так немного кривыми кажется стали так еще главное не покорябать сзади машину предсоплатить доставка будет бесплатно так чтобы не промахнуться выглянем наверно попьем до удара отлично первое есть так выключаем ключи я тут оставляю чтобы не потерять все отлично так камера снимать не видно где снимает потому что я не буду это перемело неприятно я конечно не самый чистый сейчас но в этой машине прям неприятно находиться ручка прям липкая так ну все повторяем делаем то же самое главное чтобы мой телефон не упал который снимает но ничего он застрахован так едем до стука или нет в принципе сзади вроде места нормально она тут камеры есть это я она как можно ближе машину друг другу поставить потому что может так и получится что они не влезут смотрим вот еще место на фига ну и не осталось туза гнать если что я ее подвинем подвину за блин машина тяжелая очень справимся хорошо что завелась это бывает бывает не заводится из-за того что аккумуляторы сели еще как их сложно что видно не видно сколько вместо осталось еще можно нет машина ты так как-то мне не понравилось как они все шелохнулись а ну тут еще вала место причина да хотя бы чтобы вот эти колеса заехали а то что будет свисать не так страшно вот меряем руками еще полметра можно спокойно ехать страшного не будет главное не перестараться это будет фиаско все достаточно уже точно так ну что вот такое вот получилось видео сейчас я эти машины все закреплю и поеду я кстати сейчас нахожусь в городе канзас сити это штат канзас и поеду я в техас сначала вдалась а потом хьюстон вот такой у меня будет интересный trip если если бы это вопрос пишите могу еще чуть снять интересное то что тут постоянно что-то случается